а вот башка торчит кого-то это получается как кино которое там 3d кино тебе туда да 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 туда итак пока ромчик не встал пойду туда на этот понтон разваленный и порыбачу там он видно течение как раз он бревно течение и там перспективное место я туда не докидаю отсюда так тут никого нет с этим дальше вот отсюда даже вижу галавлика который стоит вот прям где вода опускается это понтонная переправа он сразу стоит пробуем нападение видели да атаковал мимо когда протягуешь не клюют а вот когда именно на голову им бросить туда реагирует смотрите маленький и рано какая-то это не от меня рано это вроде воду все нормально так ладно хорош с этими тут в принципе они небольшие стоят и больших лет сейчас попробуем кого-то побольше выловить окунь окунь ляпает сразу сразу смотрите успел пока котел был мгновенно видите ляпал и сразу же и траву пошла небольшая вроде блесна наружи все нормально они уже не наружи в зубах давай еще ты мне откуси и вообще будет хорошо все равно погрызла флюрокарбон пошла пошла смотрите вот отпустил щуку а вот башка торчит кого-то змея змея какого спряталась и так ладно сейчас разогреем ушицу то что осталось со вчерашнего дня похаваем и попрем дальше и так поплыли надпись такая шедевральная вино место где можно подзаправить ну и все но не герой а периодически надо посматривать на шнур потому что вот где-то там на ветку закинули еще что-то вот видите распушился то есть если он зацепить что-то хорошее может быть вот так вот чик все блин и все из-за того что я вижу надо хоть блесну вернуть не знаю выплюнул он или нет поймал так что поймал теперь поймаю блесну или рыбу для кого мы там есть что то есть что то есть головы вот такой хороший уже более-менее так я тебя выпущу ты мне блесну отдай главное смотрите вот такой же хороший размер были вот это реально печаль уже в плане того что у меня шнура реально было мало теперь его почти нет вот такой головы спускаем верховодка вообще до верховодка еще и за рот поймано смотрите чипадызи это не чихонь хоть короче кто знает пишите на верховодка все-таки перспективно перспективно ого хороший сильный сильный удар а два удара хороших сильных очень перспективное место давай еще разочек выход был удар еще один ну 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 три раза три удара и не добрал гад сход да что ты будешь делать такое окунячье место потому что перед этим я тащил два штуки пришло за блесенкой ну такие самые вот теперь взял глубоко взял глубоко и в жабры сейчас покажу вот иногда чтоб рыбе оставить жизнь иногда можно но это на глубоко глотнула за жабры можно вытащить приманку через жабру отцепить ее отцепить ее закрыть ну можно не закрывать в принципе пролезет и так и аккуратненько рыба будет жить дальше ну то есть я крючок не вытягивать не вырывать и жабры вы посмотрите какие места крутые это просто супер видели до 2 за ним водится классно 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 места вообще просто бомбовые тоже опыт и он еще два штуки за ним ходят 3 4 голова иди сюда иди уже все хватит мучиться хотя хотел как эти берут знаешь так аккуратненько рукой он такой сидит прям аккуратненько по поводу блесен что хочу сказать смотрите тяжело определиться да какую поставить на какую ловить мой совет такой ставите ту блесну которая на вас смотрит тут примерно плюс минус вы понимаете в каких местах вы рыбачите размер вес ставите и кидаете проходит время например вы там на нее не получили ни одного удара поменяли на какую-то другую опять и рыбачить и смотрите получили ударчик один-второй все в принципе можно остановиться вот я первый день определялся с блесной второй день я просто рыбачу на одну и ту же самую блесну мы не рыбачим на одном месте это сплав мы постоянно перемещаемся то есть одна и та же рыба одну и ту же блесну не увидит она к ней не привыкнет потому что вы каждый раз бросаете в новое место там где есть новая рыба мелочь пузатая часто стоят под деревьями ждут пока что-то упадет там халява какая-то в этот раз тебе упала блесна оп-оп-оп-оп-оп-оп тоже неплохой ой красавчик вообще стой 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 больно больно знаю знаю извини такие мы уже сволочи рыбаки ох красивый красивый хочу блесну не менять потому что у каждой блесны есть своя игра каждая блесна сделана по-своему и для того чтобы она правильно хорошо играла ее надо вести с определенной скоростью то есть надо привыкнуть именно к реке к блесне и для этого реально надо время привыкнуть мы можем как мы можем получить одну поклевку и понять что вот я вел ее так что рыба клюнула получаете вторую поклевку ну или ловите да одну рыбу вторую и вы потихонечку даже не осозная это вы понимаете с какой скоростью ее надо вести чтобы она реально работала то есть вы реально привыкаете к блесне малек который заблесну это знаешь идут такие маленькие малек текать давай ну 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 черт черт ах засранец ну видите да коряжки такие прикольные классные места и есть рядом мелячок вот его видно он желтеньким то эти места получше чем когда вот перспективные места и тут яма какая-то там вот там где есть мелячок там повеселее все равно ой хорош боец голавль тоже очень даже таки хороший размер один в один последние три вообще смотрите сам отпустился за краешек губы если вы сильно будете мельчить вы будете ловить мелкую рыбу и вы сами себя лишаете какого-то хорошего трофея ну вот реально вот роман поймала 450 грамм на псли такого на псли я никогда в жизни не ловил то есть это реально круто привыкаете к блесне вы чувствуете ее чем больше вы на нее ловите рыбы тем вы больше оттачиваете вот этот проводку именно этой блесны и вы начинаете юсти более правильно когда же вы меняете блесна ставить а я поставлю такую форму а я поставлю такую я поставлю легче я поставлю тяжелее каждую из новых блесен вы стараетесь вести как перед этим было то есть ну на подсознание вы все равно сильно не думаете когда вы не ведете и И получается, что каждую новую блесну вы ведете неправильно. Круто, на берегу две маленькие черепашки вот такие вот лежат. Ну, то есть, видео-видео, а вот в реальной жизни, когда сплавляешься, то видишь намного больше красоты. Так что, ребят, сплав это реально тема. Так что сплавляйтесь, выбирайте время. Можно там коной байдарки нанять и сплавляться, как бы. И получать реально удовольствие. Сейчас я дальше покажу, там такие горы красивые. Вон, если видно сейчас. Доплывем, покажу, короче. Блин, ребят, смотрите, это просто, блин. Вот так скажу. Поймать головля на вот таком виде, то есть, это круче такая, блин, с девятиэтажный дом, наверное. Это просто круто. Камера вообще этого не передает, но, блин, от сплава получаете удовольствие просто нереальное. Ай-класс, ай-класс. Опять небольшой, но, блин, вы посмотрите, вы посмотрите на этот вид. Это просто нереально. Стой. Блин, повезло тебе, почти в глаз. Но все хорошо. Деревья вам прям торчат сбоку скалы. Ох, песня. Вот чем классный сплав. Это получается как кино, которое там 3D кино. Только по-настоящему это в сто раз круче. Ты ничего практически не делаешь. Ну, иногда подправляешь веслами, чтобы там не упереться в берег. И тебя просто несет. И у тебя перед глазами постоянно пробегает какая-то новая крутая картинка. Картинка завалов, картинка круч. Иногда сосны были. Так самое круче такая и сосны. Постоянно перед глазами пробегает природа. Вот поэтому, наверное, всем сплавы нравятся. Поэтому это круто. Ого. Ого. Хороший боец. Красавчик. Хороший. Пови. Смотрите, мы бросаем. И где-то 1 треть расстояния до лодки. Это от 95% когда он клюет. То есть редко когда он там клюет возле лодки. Или доходит до лодки. Он обычно пугается. Но рыба осторожная. Смотрите, получается в основном как. Перспективное место. Забрасываешь. 1 треть проходит. И опять очень перспективное место. Ты быстренько 2 третьих выматуешь. И забрасываешь дальше. Когда выматуешь быстро, блесна входит в штопор. То есть у нее есть игра. Ну, определенная скорость проводки, при которой она играет. Начинаем делать ее быстрее. Она начинает просто вокруг оси вращаться. Шнур закручивается при этом. Вот смотрите, сейчас если отпустить. Видите, она крутится в какую-то сторону. То есть шнур закрученный. Быстренько как можно это исправить. И кстати, вот видите поводок какой попорченный. Это я на дерево закидывал. Вот такой поводок лучше менять. Потому что голова или рыба осторожная. И вот этот такой кривой поводок будет влиять на игру блесны. И смотрим, в какую сторону она крутится. То есть она пытается раскрутиться. В эту сторону. Поэтому можно... Это Сергей Куцай показывал. Хорошая штука. Берем и просто ее вот так вот крутим, 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 крутим. Оп. И теперь просто забрасываем. Раз. И забросили. Все. Как бы вот это все, что мы накрутили, распределилось на всю длину вот этого шнура, что мы выбросили. И она, грубо говоря, шнур раскрутился. Размер уже не радует. Ударов целое. Вообще миллион ударов. Почти на каждом забросе удар, но достойных мало. Чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше сразу раз и есть. Ударов целая куча. Смотрите, тупо бьет и бьет. Есть. Мелкий. Есть мелкий. Оно даже слышно, даже если не бьет, а ударяет, все равно слышно, что... Ну, размер головля. Что удар у здорового именно хороший. Ты тыщ. Что тычок. Он иногда бодает так аккуратненько. Но все равно слышно, что это какой-то хороший. Он наколотый подпрыгнул. Ай, забагрил, блин. Забагрил. Стой. Аккуратненько. Стой, стой. Стой, заплавничок. Стой. Стой. Не двигайся. Не двигайся. Много кто говорит, Жека, почему ты не ставишь вот сюда вертлюжок, чтобы не крутила она, ну, чтобы блесна не крутила шнур. Первое, почему? Этот вертлюжок не сильно спасает от того, что блесна закручивает. Даже с вертлюжком она будет все равно шнур крутить. Как не крути? Когда ты быстро выматываешь, вертлюжки не настолько круто крутятся, что прям они не дают замотаться шнуру. Все равно он заматывается. Это первое. Второе, когда рыбачите на микроколебалке, вот как эти, ну, тут все микроколебалки до трех грамм. Тут есть, может, четыре, там, несколько штук. Ну, все, до трех грамм. Колебалки настолько легенькие, настолько миниатюрные, в каждую из них заложена какая-то своя игра. И чтобы эта игра была правильная, ее нельзя нагрузить вертлюгом, который там весит полграмма, там, или грамм, например, даже, да. То есть вертлюг будет ее топить, во-первых, топить ее будет. Во-вторых, он не даст раскрыться блесне, делать то, что она, ну, для чего она предназначена. То есть если вот вы видите, то дорогие блесны, они даже продаются без колечка. То есть заводное колечко на крючке есть, а сверху колечка нет. Для того, чтобы блесна вот должна, вот-вот, напрямую застежечка и сразу флюр. Чтобы блесна полностью раскрыла свой потенциал, вот эту всю свою игру, вот, нельзя ее ничем нагружать. О, хорош боец! Боец такой, именно, нездоровый, ну, боролся конкретно. Тихо-тихо-тихо-тихо! Я тебя отпущу, тогда пробил я тебя хорошо. Бежи! Такое, как Роман нашел место для очередной ночевки. Итак, ребята, мы приехали на вторую ночевку. Еле нашли место. Плыли-плыли, это не подходит, это не нравится. Тут тоже что-то не то. И в итоге уже, блин, начали с обеда искать, а под теми уже приплыли. Лодки вытащили сегодня, чтобы их не стырили. Потому что тут рядом такое село, да, село-село. Запсили, а мельники, короче. Сегодня ухи не будет, рыбу сегодня вообще не брали. Сегодня будет у нас спагетти, паста. Как Жека говорит, паста. Рожки, рожки! Рожки! Сейчас вода закипает и начнем. Вот тут такой наш лагерь. Ромчика палатка, моя. В принципе, еще не самое плохое место. Тут пляжик можно покидать, микроджигом с утра будет. И завтра продолжим. Красавица, что было, остались. То же, как и было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова